Всех приветствую на своем канале. Сейчас вот новую самоделочку посмотрим. На микросхемке голосовый модуль ESD 1820. С Китая подошел, Алиэкспресс. Платка там сама недорогая, там 70-80 рублей. Ну шла вот с таким полуваттным динамиком китайским. Вот он. Ну на нем она тихо-тихо конечно работает. Тут я вышел из положения. Был у меня звоночек старый советский еще. Ну тут собственно корпус понадобился от него и динамик. Туда все начинку новую поставили. И вот что получили. Сейчас посмотрим. Проверка микросхемы, засового модуля на ESD 1820. Проверка, 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 проверка. Проверка микросхемы, засового модуля на ESD 1820. Проверка, 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 проверка. Проверка микросхемы. Ну это я тут по кольцу сделал. Тут 10-секундная запись идёт. Можно с микрофона записывать. Также можно, если микрофон выпавить, линейный, подпавить паралезистор, уделитель и подключать к какому-то телефону или ещё чему-то там. Из компьютера музыку загонять. Ну любые файлы, любые звуковые и речевые файлы. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Применить я, конечно, могу в любых направлениях. Звонок, например, в качестве звонка, озвучки в игрушках, в моделях радиоуправляемых и прочее, прочее, прочее. Информаторы какие-то повесить на холодильник, чтобы там не трожь, не влезай ночью. Ну и так далее, и так далее. Я хочу, конечно, подключить его к автомобилю, потому что часто бывает ручник забываешь. И начинается езда. Хотя индикатор вроде бы на панели есть, но надо что-то речевое, чтобы не забывать ручничок. Ну, в принципе, можно всё, что хотите на нём сделать. Зависит от вашей фантазии. Или поставить багажник, динамик, я еду назад там. В общем, любую сигнализацию каких-то аварийных параметров в машине. Или, в общем, в блоках питания какие-то пограничения. Ну, сигнализацию, в общем, любой. Любой от нашей фантазии. Сейчас мы вот... Проверка микросхемы. Росового модуля на ИСД-1820. Проверочка, проверка. Так, вот мы сейчас поставили... Разобрали, вернее. Сейчас мы... Тут есть перемычки, три кнопки. Вот кнопка рекорд. Запись. Потом управление воспроизведением. Микрофончик вот сам. Питается всё это от 3-5 вольт, по идее. Ну, вот я добавил этот... Звучок был с нашим динамиком, советский динамик ещё. Тоже пол-ватта, но 8 Ом те же параметры, но работает он на порядок лучше. Можно, в принципе, если кому-то громкий звук не нужен, вот этот усилитель PAM8403 стоит там копейки 10-20 рублей. Например, напрямую кидать. Вот он выход на динамик. Ну, мне нужно погромче, я добавил усилитель. Ну, а это платка. Плата, собственно говоря, 17 вольт обычный, любой понижающая плата, стабилизатор. Чтобы было у меня с 12-ти там на 5 настроил. В общем, так. Сейчас мы убираем перемычку, вот эту. Это у нас по кольцу запись идёт. И нажимаем вот так вот. Раз. Ага, нажимаем. Питание подальше надо. Так. Так, нажимаем запись. Так, ну вот проверка записи на микросхемке. Речевой сигнализатор. Речевой сигнализатор. Вот так. Сейчас кнопочка у нас, ну это, пока нажимаем, он говорит. Так, ну вот проверка записи на микросхемке. Речевой сигнализатор. Так. Вот так. Значит, сейчас попробуем музыку записать. Так, вот сейчас попробуем просто с телефона через микросхемку записать. Так, есть. Сейчас посмотрим, что вышло. Давай. Стер. Сейчас снова. Так, записали. Ну вот так. Это просто так за проверки. Конечно, чище будет записывать через линейный вход. Через линейный вход. Ну, как я говорил уже, вместо микрофона. Ну, мне пока хватает этого. Так. И вот, что хотел записать. Значит, типа того там. Вот ручник у нас. Ручник, когда включенный там, ну, например, вот так вот. Выключите ручник. Выключите ручник. Машина дальше не поедет. Машина дальше не поедет. Ну, любой юмор, как говорится. Любой ваш текст. Вот так. Выпусти ручник. Выпусти ручник. Машина дальше не поедет. Машина дальше не поедет. Ну, любой юмор, как говорится. Еще одна функция интересная. Можно использовать вот микрофон. Ну, как мегафон, грубо говоря. Микрофон усиливается и на динамик речь идет. Только тут надо разносить, конечно, подальше. Это дело. Динамик от микрофона. И на возбуждаться. Вот сейчас просто покажу. Вот так вот. Смотрите, он тут рядом. Он возбуждается. Ну, вполне. Вполне такой усилитель с микрофоном получается. Если его подальше отнести, будет озвучка. Как усилитель использовать. Тоже неплохая функция. Дешево и все. Также можно записать, если вам не нравится. Какой-то голос чей-то. Можно тещу, конечно, любимую записать, чтобы аж дрогнул. Ну, можно с сайта Ивона, например. И куча свечевых движков. То есть там текст переводится в голос. Записать примерно такую запись. Заводишь текст, получаешь запись. Ну, типа таких вот. То есть там любой текст завел и сделал запись. Ну, есть еще этот самый простенький, я считаю, модуль голосовой. Есть на 5 каналов. Вот я хочу, заказал, жду на подходе. Там 5 каналов. Можно 5 разных файлов записать. И оповещать, например, в автомобиле, там, ну, ручник, например. Там, или давление масла, или еще что-то. Дверь открытая, или... Ну, любые параметры завести. И будет озвучка голосовая, речевая. Ну, вот такая вот микросхемка, неплохая платка. Ну, всем ребятам пока. До встречи на канале. Дерзайте, пробуйте. Ничего тут сложного нет, даже интересного. До встречи на канале.